Добрейшего денёчка, братья-славяне! С вами Дмитрий Хмельц, канал Хмельной картограф. Не ори, блядь! А также Ванечка Солд в роли оператора. Ванечка, скажи привет. Всем привет. Так вот, сегодня у нас очередное пиво из Хмельника, которое, собственно, я заприметил, но никак раньше не решался купить. Это пшеничное белое пиво Сладовар. Здесь, кстати, оно лёгенькое, здесь 4%. Оно прям совсем лёгенькое. Ну, не сказал бы, что совсем, это среднее. Нет, почему? Для пива это прям оно лёгенькое. Ну, а какое в среднем? В среднем 4,5 где-то. Ну, полпроцента. Но всё равно. Как будто бы немного. Так вот, собственно, это, знаешь, где сделано? Нет. Барихинский пивоваренный завод. Не знаю, где город Барихинский находится. Или там село, чё это, деревня, не важно. Но, сам факт, здесь, кстати, 0,5. Это вот чистая 0,5. Так. Ой, ну вообще выглядит хорошо. Как будто, знаешь, мёда налили в кружку. Да, 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 да. Единственное, пена много. Так это хорошо. Ну, кстати, пахнет неплохо. Я тебе хочу сказать. Это вообще вкусно. Пирожками пахнет каким-то, если честно. Ну, знаешь, своё вкусно. Бабушкины пирожки. Чего? Не, вообще по запаху вопросов нет. Обычно мне пахнет... Почти всё пиво пахнет помоями. Если честно. Но вот это прям вкусно пахнет. Ну, честно. Оно там вообще, оно жёлтенькое и вообще непрозрачное. Мутное прям. Не фильтрованное. Оно там, кстати, я так посмотрел. Насколько я знаю, всё пиво пшеничное нефильтрованное. Ну, я не знаю, не разбирался. Очень лёгкое. Чувствуется пшеничечка. И слушай, это неплохое пиво пшеничное. Это реально хорошее пшеничное пиво. Вот я не ожидал, что оно будет настолько хорошим. То есть я почему-то к сладовару за всё время работы как-то скептически относился. Ну, как, собственно, и к ходыжам. Но в итоге неплохо. Слушай, вообще даже я бы сказал хорошо. Я не помню. То ли 90, то ли 80 рублей. В общем, никакой медленности в привкусе нет. Горчинка совсем небольшая. И хороший хлебный привкус. Пшеничный такой, да. И прям пиво, оно очень лёгкое. Оно прям очень хорошо идёт. Да, вообще, градус вообще не чувствуется. По ощущению. Ни фига себе. Ну, вот так вот. Ну, я думаю, справедливо будет поставить ему 10. Прям десяточку из 10. Ну, вообще, да, это удивило. Можно. Можно. Потому что, вот сейчас будут говорить, то, что вот опять ставите прям очень высокую оценку к, скорее всего, посредственному пиву. Но, ребят, мы это с точки зрения субъективщины оцениваем. И лично я хочу сказать, что это, в принципе, хорошее пиво. Почему бы, собственно, и нет? Почему не поставить? Если мерзости нету, по запаху хорошее, цена не кусается. И, ну, как бы это реально. С учётом того, как скатилось в последнее время пшеничное пиво, я бы сказал, это очень даже хорошо. Ты согласен с оценкой 10? Да, я согласен. Ну, вот такой вот обзор, собственно, получился. С вами был Дмитрий Хмель с канала Хмельной картограф, а также Ванечка Солод. Ванечка, попрощайся. Всем пока. Всем до новых встреч. Халяль еда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok